Доброе утро, мальчики и девочки. Ну, хотя я не знаю, насколько утром добром бывает. Я еще не гулял, там снег идет. Я... к чему? Значит, вчера приезжал к нам хороший наш знакомый, знакомая, ветврач Марина с дочерью. И, значит, вакцинировали собак, шуню, кота. Да, вот, посмотрели на старшего, дали кое-какие рекомендации, прокололи. Ну, смотрите, что было. Ой, еще одно. Извините за качество, поскольку... Ну, вы понимаете, ну, с ним... Не стреляйте в пианист, он играет, как умеет. Все, ребят, я замолкаю. Смотрите, там... Он тебе не даст, зарабатывать надо. Неси, Варечка. Давай. На, неси, Юля. Давай, Юля. Неси, Юля. Девушка, а вот. Неси. Молодец, сиди. Ну, хорошо. Что же ты могу сказать? Я вот этих дебилов не могу, они сейчас будут крутиться. Ну, это не мои кривые руки, и вот, действительно. Он, кстати, ест эту. Я не знаю, насколько он сейчас в состоянии... Снимай, снимай мамочку. Иди, мой хороший. Иди, Силька. сейчас мы показывай куда мамку конечно хорошо бы еще мама прокомментировала вот что делаем на все четыре лапа то есть дюша сейчас покажу водка мы когда гуляем значит пока в дюше не пройдет и пусть он будет сидеть не может даже подняться еще я мышцы чувствую они в него вообще это бады конечно но они для старейших собак очень полезно а сколько им давать ему все спасибо мариночка тут тебе спокойно за это когда говорят там вот возрастом начинается такое не послушать да есть какие-то но если у тебя голова нормальная ты можешь это пройти с минимальными конфликтами да конечно нет но это как переходного возраста у всех если у детей точно так же опять взаимоотношения опять степень доверия если строят взаимоотношения на ударах да вот собак и дискать рано или поздно на повзрослеть на то же эти взаимоотношения попробует применить ничего такого все таки врачи решают что первично что вторично приходится кровотечением с острым там расскажи пожалуйста такой я прям слушал про этот нос у меня прям так срезала собачка заборчиком с металлопрофилем кстати надо людям вот про металлопрофили прям беседу провести потому что очень много приходит резаных ран и это же прям на мужевые ранения я еще такой момент собаки кошки очень много кошек резаных они когда прыгают сверху вот эти вот заборы вот это вот сверху надо загораживать и снизу собакам сверху кошки еще такой момент но я по-старому помню если заметил зимой на морозе капельку собака появилась да ребята в тепле она польется да это время нужно просто просто решить что вы будете делать с собакой посмотреть хотя бы вот эту ранку да там она совсем может быть совсем чуть-чуть ну да полсантиметра особенно сейчас наст если будет ну вот а в тепле это все и чтобы не паниковали еще какой-нибудь расскажи ну такая интересная раз и ты не даешь эти в прямом эфире а я обещал между очень подписчиков а я придумал а ты зерни камеру расскажи про дочку что а что давай-давай-давай не люблю сниматься стесняется она не мы соревнований потом будем выкладывать что же мне такие ребятки хорошие кстати теперь еще одна проблема я не знаю удюшки помидоры там вот такие они ему мешают как нет ну и пусть он с ними живет конечно одно дело когда на мозг давит а другое дело живет ну на мозг не всем мешает на мозг не давит пусть и до сих до сих пор давит то есть он эти глаза вот видите топы топы топырщито и все и потоком прыгали прошла и все он вот такой же видимо просто он считать что он еще младший может быть не имеет права на это поэтому он как бы контролирует все таки не надо забывать что две собаки тоже ставят там есть старший собей да видимо папа считает что он младший когда станет старше неизвестно как он себя поведет ага да 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 ариночка вот действительно когда мне как-то тоже рассказали ну ты сталкивалась да мамостина неаполитана это покрупнее вот двух лет погрыз семью значит пацана и девчонку его привезли на усыпление вот а это не этот который у меня жил постоянно которую я вот а это достаточно сформированной личности два года и мне просто но у меня овчарки к сам умерла и на что я взял себе и вот мы день с ним бодались все достаточно и нет это моим вот если девки есть возможность жить хорошо за каменной стеной у тебя есть начальник который за тебя думает ну неужели ты попытаешься что-то чревато меня наоборот лошади начинает напрягаться когда я тихо начинаю разговаривать я шипеть начала наверно не надо наверно не надо у ребенка камеру то он весь об снимался давайте хоть про девчоночку поговорим что ты головка маша не не раунд AO да ну Продолжение следует...